Привет, друзья! Сегодня мы опять будем красить ружье с помощью специальной краски, которая создана для оружия, выносливый, мощный дюракот. И, как видите, у нас красно-белые цвета, они здесь неспроста. Мы будем красить в футбольном стиле, а футбольный клуб имеет именно эти оттенки. Со мной сегодня Василий Несветайлов, мой товарищ, друг, коллега и ваш оператор, который исправно готовит видео и снимает для канала Practical Shooting. Вася, скажи, почему эти цвета, помимо того, что это цвета футбольного клуба Спартак? Ну, во-первых, я давно уже захотел покрасить себе ружье. Причина была простая. Ты подходишь к пирамиде, не можешь выбрать свое. Доходило просто до смешного, что мне приходилось брать ружье, смотреть номер и, оказывается, не мой номер, ставить на место, брать другое ружье. Я задумался о покраске и думал, какие же цвета мне покрасить. Перебрал кучу вариантов. Ну, зеленые, всякие яркие, камуфлированные варианты. Они есть. Уже эти варианты действительно, это выглядит красиво. Более того, производители сейчас уже стали, например, цевьи выпускать, там, уже покрашенные яркие цвета. Ну, что-то было, знаешь, что-то было не то. И потом, как-то я подумал, а почему мне не покрасить партаковские цвета? Я болею с детства. Ну, это смело. Ну, да, это смело. Это будет, очевидно, это будет какое-то, наверное, первое ружье в этих цветах. И вообще такое, вот, скажем, посвящено моему любимому клубу. Вот, ну, почему бы и нет. Когда не будем тратить время, вот тебе краска, вот тебе дюракон. И начинаем работать. Итак, показывай, что у нас есть. Ну, смотри, я предварительно в фотошопе пытался раскрасить ружье таким, каким я его вижу. Сейчас попробуем воплотить это с помощью краски. Ну, смотри, Вась, по моему предыдущему опыту с покраской, то, что можно красить отдельно, надо красить отдельно. Потому что, если мы хотим закрывать с помощью малярного скотча, то на малярном скотче есть клей с обратной стороны. И если мы недостаточно хорошо просушили, то он просто прилипнет к нашей краске. Будет некрасиво, будет неравномерно. И вообще он может отклеиться вместе с краской. То есть скотчем мы заклеиваем неокрашиваемые места. Да, соответственно. Вот у тебя, еще раз покажи, у тебя, например, расширитель горловины красного цвета. Соответственно, мы его будем красить отдельно. И потом, когда только краска затвердеет, мы его прикрутим. Все, что невозможно отделить. А у тебя, что у тебя здесь невозможно отделить? Ствол невозможно отделить. Да, ствол невозможно отделить. Ну, естественно, переходящие места подклеим скотчем и все остальное закрасим. будет у тебя красивый спартаковский ствол ну что как идет дело отлично сейчас обезжириваем скоро крась начнем а а а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На то, что у нас получится Да, сейчас это поэлементно выглядит как-то непривычно, очень непривычно Завтра соберем, я думаю, что это будет очень красиво Да посмотрим Может быть некрасиво будет и ты отдашь это ружье мне Зачем тебе некрасиво? Нет, не дождешься Все, тогда до завтра и увидим результаты Ну что, Василий, на самом деле прошло уже три дня Мы думали через день, но Вася сказал Стоп, давай подождем Чего ждали? Ну, мы ждали, пока я его, во-первых, соберу И немножечко подождали, пока оно высохнет Не терпелось пойти уже попробовать его в деле Но я уже успел дома похолостить И, по-моему, все замечательно Краска дюрокод пока показала себя Сарапин нет? Нет, сарапин никаких нет Выглядит как новенькое Василий, выглядит как новенькое И точно теперь ты его не спутаешь С черным рядом випре Это сто процентов, да Если кто-нибудь не повторит Вряд ли это оригинально Скажи, пожалуйста, Василий Вообще, насколько цвета Вот эти дюрокода Соответствуют тем ожиданиям Тому проекту, который ты делал в фотошопе? Ты знаешь, я удивился Я старался сделать максимально Вот так, как я хотел То есть я заходил на сайт дюрокод Брал их каталог Я оттуда прям пипеточкой в фотошопе Брал именно этот цвет И раскрашивал ружье Но если ты помнишь, мой макет Вот я распечатал И по нему мы, собственно, там красили И когда оно было разобрано Это еще было непонятно Но когда я его уже собрал Положил Положил рядом свою вот эту вот картиночку И, по-моему, это, можно сказать, один-вот А как у тебя вот этот алый, яркий, красивый цвет называется? Это цвет черри Да, не ред Там есть еще цвет ред На сайте дюрокода Можно там выбирать разные И простой красный Он не такой симпатичный А этот прям особенно на солнце Он горит Мне очень понравился Мне тоже очень понравился цвет Василий, не терпится Можно подержать его в руках Посмотреть? Конечно, можно Но теперь, я думаю, зрители Пусть посмотрят его в деталях Субтитры сделал DimaTorzok Классный, классный Классный, классный Смотри, уже не терпится Хорошо, давай Пойдем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok